Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами жаркий и пламенный выпуск программы «Репортер» и я, ее ведущий, Алексей Коноплев. Пока вы целый день мерзли, мы искали самые интересные новости. Будет жарко! Сегодня двое самарских водителей узнали о том, что родились в рубашках. По воле случая шоферы устроили настоящий краш-тест своим машинам около одного из торговых центров на Московском шоссе. Собственно, благодаря железной броне автомобили мужчины остались чудом живы. В то, что водителям не потребовалась помощь врачей, с трудом поверили даже сотрудники госавтоинспекции. Дорогу не поделили две легковушки – вазовская и корейская. Водителя отечественного авто поставил в тупик маневр троллейбуса, который ехал перед ним. Якобы тот ни с того ни с сего начал перестраиваться в другой ряд. Шоферу «Лады» пришлось резко затормозить, из-за чего машину стало крутить на скользкой дороге. В результате вазовская «пятерка» вылетела навстречу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой. Водитель корейской легковушки в этот момент, ничего не подозревая, спокойно ехал в сторону центра города. 21 января, 8 часов 5 минут, водитель двигался по московскому шоссе в сторону проспекта Кирова, не учел погодные условия и интенсивность движения, и в результате экстренного торможения выехал на полустречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Киа Рио» под управлением водителя 81-го года рождения. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, водители от госпитализации отказались. В настоящее время проводится проверка. Повезло, что в машинах не было пассажиров, иначе все могло бы закончиться не так хорошо. Водители быстро пообщались с полицейскими и отправились по своим делам. Виновнику аварии в скором времени придется раскошелиться. Он будет восстанавливать две машины. А вот другому жителю Самары мог прийти подарок в подарке, но его любовь к плюшевым игрушкам не оценили наркополицейские. Им ради работы пришлось распотрошить огромного мягкого медведя. Внутри они нашли сюрприз, который мог бы потянуть на солидный уголовный срок. Силовики проверяли склад одной из транспортных компаний, и их внимание привлек плюшевый медведь, которого надо было доставить из Москвы в Самару. Игрушка не давала покоя серьезным мужчинам, и они решили на всякий случай посмотреть, что же у нее внутри. И теперь спиной вверх и раскрываем его внутренности. В багаже находилась картонная коробка, в которой был плюшевый медведь, при исследовании которого наркополицейскими был изъят пакет с синтетическим наркотическим средством АБ Пинака массой 250 граммов. То есть это относительно новый наркотик, появившийся на рынке менее полугода назад. Значит, насколько он опасный? Ну, как любой синтетический наркотик, он весьма опасен для организма, гораздо больше, чем традиционные так называемые наркотические средства. А гораздо быстрее наступает привыкание, и гораздо более пагубно он сказывается на состоянии психики человека. Самарский адрес оказался вымышленным. Теперь наркополицейские проверяют канал поставки вещества, а игрушку они решили оставить себе в качестве рабочего сувенира. И на этом у меня все. Синоптики пугают супернизкими температурами, поэтому завтра одевайтесь теплее. Может быть, до минус 30. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!